Дорогие телезрители, в Улан-Де не осталось коммунальных проблем. И с этой фразой мне хотелось бы начать нашу программу, но, увы. Если есть жалобы от горожан, значит, нам есть над чем работать. Да не только нам, еще и властям. Эта программа дежурна по городу неделя, и вот о чем этот выпуск. Это обман получается. Платят за уроки музыки, которых нет. Кто поможет обманутым вокалистам? Вот эта непонятная полоса, ее в темное время суток вообще не видно. Ответы на вопросы народоконтролеров, что обеспокоило горожан на этот раз. Просьба потерпеть. Новые пути до пешеходов. Как ходить по улице Смольно безопасно. И начнем программу с обращения учеников в одной из популярных музыкальных школ. Для обучения они взяли кредиты, но неожиданно школа почему-то закрылась. А возвращать деньги несостоящимся вокалистам руководство не торопится. То, что школа закроется, ничего не предвещало. Уроки проходили, как обычно. Но летом учеников перевели на онлайн-занятия. Учные постепенно исчезли, как и сама организация. Школа больше не будет проводить уроки. Закрыто с сегодняшнего дня официально. Входящие запросы будут обрабатываться каждый понедельник и четверг. Пострадало-то много народу. По сути-то и суммы-то не маленькие. Вообще-то для многих семей это вообще хорошие суммы. Приходится так и платить, хотя уже услугами школы не пользуюсь. И тоже 120 тысяч, извиняюсь, тоже на дороге не валяется. Когда мы спрашивали, что случилось, нам никто ничего не отвечал. Но о возврате денег речи не было. О возврате спрашивали все, но нам ничего не говорили в первое время вообще. Потом где-то в сентябре, возможно, начали. Говорят, что она вернет только с нового бизнеса. После того, как она нас оставила, просто просила, никто не верит. Доверие вызывало количество таких школ по стране. Почти в каждом городе она есть. Но чтобы учиться, нужно оформить кредит на курс. С учреждением заключают договор, занятия оплачивают на год вперед. А потом посещают уроки. Но некоторые вокалисты так и не смогли пройти обучение. А кредит остался. В такую ситуацию попали более 30 человек. Указано что-то про кредит, если его не оплачивать, потому что услуга-то не предоставляется. Вот в том-то и дело, там, оказывается, хитро так поставлено. Все вот это в договоре. Я такая потом думаю, ну ладно, я еще раз перечитаю. Там написано, что какие ответственности, что педагога, ученика, что если не будете ходить там. А сумма. А потом только обратила внимание, почему сумма, интересно, не прописана даже. Да, это обман получается. Но это я сама виновата. Потому что всегда говорят же, прочитывайте, всегда прочитывайте. На звонки директор не отвечает. Тем же успехом игнорируют и сообщения в мессенджерах. Судя по личным соцсетям, женщина посещает концерты, дорогие рестораны и путешествует по миру. Прощаться с долгами будто не собирается. Зато восстанавливать уроки она пыталась за счет других школ искусств. Из-за чего подорвали авторитет всем музыкалкам Улан-Удэ. В центре Улан-Удэ есть филиал этой же музыкальной школы. По нашей информации, это разные организации, несмотря на схожесть на звание. К слову, там оплата за обучение идет каждый месяц по факту прохождения самих занятий. 15 пострадавших написали заявление в полицию. Там рассматривают дело о нарушении договора культурно-произветительских услуг. Они были оказаны предпринимателям не в полном объеме. По части заявлений вынесены постановления об отказе от возбуждения уголовного дела с ходатайством прокурору о возвращении материала в полицию на дополнительную проверку. Процессуальная проверка продолжается. Делом заинтересовались и в прокуратуре в Бурятии. Обычно мы делаем упор на коммунальные проблемы. Но среди всех заявок на этой неделе выделялось это. За помощью к нам обратилась 80-летняя женщина. Чисто по-человечески хотелось бы ей помочь. Это Нина Никифоровна. Живет одна. Родные разъехались по другим городам. Летом оператор связи решил за пенсионерку, что ей нужен пакет 400 каналов. Чему Нина Никифоровна не очень-то и обрадовалась. Чуть ли не с апреля почему-то. Ну они мне пакет какой-то всучили там фильмов за 400 рублей. 399 если точно. А я же не знаю как с ними. Вот я начала платить вот этот 1147 рублей. А потом думаю, ну почему я должна куда-то платить чего-то и копейки эти считать пенсионные. Все, что они требовали, я платила все. Мы согласны, что мы без предупреждения подключили этот пакет. Вот почему они мне всегда выбрасывают вверху табличку эту заплатите. Еще в мае Нина Никифоровна платила 750 рублей. Это по старому тарифу. После того, как подключили дополнительный пакет, оплата стала, вот чек за май, 1175 рублей. Тарифный план был изменен на более выгодные с минимальным тарифом на услуги интернета и телевидения. Ежемесячные начисления составляют 548 рублей. Кроме того, Нине Никифоровне сделали перерасчет. То есть в ближайшее время ей не нужно будет платить за услугу, так как часть тарифа уже оплачена. А вот какая сумма, можно узнать по телефону горячей линии. Там же принимают и другие вопросы. Обращение в формате фото и видео наша редакция принимает на телефон народного контролера. Он сейчас на экране, а ответы мы показываем в следующей рубрике. Как обезопасить пешеходов на улице Дальневосточной? Проведено выездное совещание. Необходимо предусмотреть другое место в соответствии с требованиями безопасности. Для устройства пешеходного перехода требуется построить тротуар. Работа запланирована на следующий год. Когда исчезнет мусорный кола в 115 квартале? Данное обращение взято в работу. Администрация района совместа смог городские маршруты. Данная свалка в рамках месячка чистоты будет ликвидирована. Вот эта непонятная полоса, ее в темное время суток вообще не видно. Вот вчера люди шли и чуть ли не падали в эту ямку. Вопрос, почему она не огорожена никак? На прошлой неделе в ходе обхода территории выявлено, что на участке, где проводится работа, отсутствует ограждение. В адрес управления административного контроля направлено требование о привлечении к ответственности. Центр города вновь перекрыли. На этот раз от улицы Смольна до набережной нужно это для подключения строящейся школы к сетям. Кстати, именно из-за них страдают пешеходы и автомобилисты. Но потерпеть неудобства придется до конца 2025 года. Всему виной масштабный мастер-план. До дома как добираетесь, когда здесь огромная пробка? Полцком. Еле-еле. Два часа вообще. Постоянно. Ну, во всяком случае, в рабочее время. Это всегда есть. По-моему, в пробке что-то еще отметите? Там ниже, да, там есть очень большие неудобства по Смолену. Там же очень много таких суженных проездов. Когда слишком узко, там машины и можно что-нибудь задеть. Как пешеход скажут, что о нас позаботить меньше, чем о других. Поэтому мы пригласили специалистов объяснить горожанам, где безопаснее всего переходить улицу Смольна, пока ее перекопали. Пешеходный переход перенесли на 100 метров от бывшего существующего. Сделали специально красную разметку. То, что это временно поставили знаки для водителей, ну и для пешеходов прежде всего. Эти работы будут продолжаться у нас в течение месяца. Как здесь переходить дорогу людям? Потому что привычка у многих осталась. Все ходят здесь, но знак мы видим, что он закрыт. А здесь вообще нет ничего. Но пешеходный переход как будто бы есть. Тогда как людям ходить? Ходить согласно с согласованной схемой. Опять же, с ГИБДД, да, все должны ходить на перекрестке улицы Советская-Смолина. Рассматривали вопрос переноса более сюда, ну в ту сторону пешеходного перехода. Здесь у нас опять же перекресток и по нормам ГАИ, его невозможно здесь сделать. Ну просьба внимательно как бы. Ну и вот вы как раз для этого мы и собрались, чтобы людям объяснить лишний раз, что, ну и водители опять же, чтобы пешеходы все-таки на тот пешеходный ходили. Но те, кто идут, водителям просьба быть внимательным. И изменить как бы в данной ситуации ничего нельзя, поэтому вот как есть, так есть. А как долго здесь будет еще вестись ремонт? Это будет до конца ноября. До ноября придется выстраивать новый маршрут и на перекрестке. После нашего обращения на опасных местах появилось ограждение. Горожан просят ходить по противоположной стороне, пока идет ремонт. Проблема в том, что ты из-за забора не можешь, ну просто не заметить вот этот пешеходный переход, который оказывается здесь есть. Ну просьба тоже жителям не так это много времени займет. Тоже ноябрь месяц вот эти все наши работы здесь продолжаться будут. Ну только потерпеть и быть внимательным. Как долго горожанам придется ходить по этому пешеходному переходу временному? До конца ноября. Потом здесь работа закончится и все вернется на свои места? Все вернется на свои места, да. Надзорные органы ежемесячно мониторят ситуацию. Вот и мы случайно наткнулись на проверку. Сегодня мы объявим предостережение структурному подразделению администрации города в связи с рисками отставания от графика производства работы. То есть есть риски даже небольшие? Риски, риски, они в любом случае существуют. В среду мы вспомнили судьбу злосчастных откосов на элеваторе. Все лето здесь меняли новую плитку взамен той, что в народе прозвали туалетной. Ремонту конца и окраинет. Хотя работу уже просрочили на полтора месяца. До 31 августа должны закончить. Двери не открыть временами. Я подъезжаю, стоит машина, загружается или разгружается. Минут по 15-20 из гаража уезжаю. Отъеду на метр, пойду, посмотрю. Подрядчик ООО «Структура» гарантировал восстановить ущерб, нанесенный гаражному кооперативу, и вывести весь строительный материал и мусор за собой. Работы будут выполнены до конца октября 2024 года. Орнамент выбирали всем городом. Выиграл этот бурятский узор. Но почему-то в жизни я его не вижу ни вблизи, ни вдалеке. Зачем вообще тогда в мэрии проводили народное голосование, если все решилось без учета мнения улан-удэнцев? Ну, получше, чем было, конечно. Здесь хотели вообще узор даже специальный нанести. Не хватает ли или достаточно? Ну, наверное, можно было бы что-то добавить. Например, а что бы вы хотели видеть? Не знаю, что-то посветлее, наверное. Как объяснили в КГХ, от орнамента отказались из-за неровной поверхности откосов. Еще в проекте узор заменили на обычную расцветку. Между тем, от затянувшегося ремонта страдают и предприниматели. Так, покупателей просто нет. Люди, которые к нам добираются какими-то огородами, они говорят, что дойти невозможно. Стоянки все забиты, проехать невозможно. И бесконечные пробки. Где была мэрия, когда летом был пустой город, когда не было машин, когда не было людей. И вот тогда надо было этим заниматься. А не тогда, когда у нас вот эти пробки начались, все в город вернулись, и началась бурная имитация деятельности. Управлением административного контроля обществу с ограниченной ответственностью структура отправлено требование на явку для составления протокола. Штраф на юридическое лицо от 60 до 110 тысяч рублей. Будет дана оценка действиям комитета и подрядной организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Из-за неубранного мусора подрядчика уже привлекали к административке. Видимо, безуспешно. Может, хотя бы штраф в круглую сумму заставит быть ответственнее. В четверг нам обратились жильцы улицы Конечная, у которых решетон от головой вместо крыши. Зданию больше ста лет, и неудивительно, что возраст сказывается на его состоянии. Правда, протечку в доме замечают все, кроме ответственных лиц. Вон все мокро. Вот он ведерко уже вон набежало сколько. Тут все мокро, все залито. Он бежит отовсюду по этой дырке. А вот такая ситуация на втором этаже. Жильцы говорят, на протяжении 10 лет пятно только разрастается. Ни покраска, ни штукатурка, ни любой другой косметический ремонт не помогают избавиться от этой проблемы. Приезжала комиссия, и тут на самом деле все в порядке. И не обнаружено, ремонта не требуется. Из писем разных инстанций мы узнали, что здание является объектом культурного наследия. И любые ремонтные работы нужно согласовывать с Минкультом. И чтобы устранить протечку крыши, здесь поможет только капитальный ремонт. Благо, ближайший уже наметили на следующий год. Вот только почему ответственные лица не принимают никаких решений сейчас, когда это нужнее. Капитальный ремонт крыши дома запланирован на 2025 год. Перенос срока капитального ремонта крыши до конца 2024 года не представляется возможным. Для расселения жильцов дома в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья требуется проведение полного инженерного обследования с выдачей соответствующего заключения. У специализированной организации должна быть лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также необходимо получение задания и разрешение на проведение работ по сохранению объекта в комитете государственной охраны объектов культурного наследия. В понедельник к нам обратились пожарные добровольцы. Рядом с их штабом находится свалка. Мусор мешает пройти и заехать в организацию. Это и запах зловонный, и мухи, и бесконечные пакеты. Чего только мы тут не видим около этой мусорки в наших воротах. Никто не реагирует. Роспотребнадзор сказал, что если жизни и здоровье не угрожает, все нормально. А то, что она стоит в двух метрах от калитки, это ерунда. Выкидывают вот этот мусор, он разлетается, не долетает до мусорных ваков, и просто разрываются пакеты. Каждый день с пол седьмого я вот все со всех сторон, за собачками, за кушечками. Как быть иначе, люди не воспитаны. Поэтому я-то понимаю, конечно, это жалоба, правда, но как-то людям тоже надо немножко воспитание иметь. Мы сейчас совместно с управляющей компанией рассматриваем вопрос возможного переноса контейнерной площадки по адресу ближе к улице Кулическая, 55 Г. Но это вопрос, значит, в стадии только рассмотрения. Для того, чтобы эту площадку перенесли на новый адрес, то есть на придомовую территорию, надо провести общее собрание собственников, и чтобы все 100% собственников проголосовали, что они согласны. Сейчас то место расположения, на котором сейчас находится площадка, буквально вчера специалисты администрации района обследовали, значит, место обслуживается региональным оператором, все убрано. А это еще одна проблемная мусорная точка на карте Улан-Удэ. Как уверяют наши телезрительницы, в поселе неизвестные складируют мусор прямо возле дороги. Контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов в селе Поселе по улице Сельская были установлены по временной схеме. Создана комиссия по определению мест для обустройства контейнерных площадок. Приняты рабочие по ежедневной уборке территории, на которой размещены контейнеры для сбора мусора в целях недопущения несанкционированных свалок мусора. Убедительная просьба ко всем нашим односельчанам, жителям села Поселе, гостям соблюдать все правила, вывозить тот мусор, который относится к ТКО и крупногабаритному мусору. Напомним, за незаконный выброс мусора могут грозить штрафы. Сумма начинается от 3000 рублей. Такое же наказание примут и для нечистоплотных водителей. На текущий момент сотрудникам буртпроводнадзора проведено выездное обследование, в рамках которого приведенные факты подтвердились. Сейчас проводятся контрольно-надзорные мероприятия, направленные на установление и привлечение виновных лиц к административной ответственности. На этом программа подошла к концу. Спасибо, что смотрели нас. С вами была Елизавета Рябова. Обращайтесь к нам и городские проблемы решатся намного быстрее. Продолжение следует...